Богаты живём, сполна воду пьём. Раньше в народе верили, что родниковая вода может исцелить от всех болезней. Особое отношение к водным источникам сохранилось и по сей день. Родник Сахарный в парке Виновская роща – источник, к которому ульяновцы приходят за чистой водой. Сахарный имеет давнюю историю. Как говорят жители, вода здесь всё равно, что вино. Настолько хороша. К роднику жители города приходят с большим удовольствием. Говорят, вода не хлорированная, чистая, вкусная. Говорят правду. Как поделилась с нашей съёмочной группой, пенсионерка Нина Кондакова, из такой воды даже чай вкуснее. Я понемножку беру, полтора литра. Люди-то носят здесь и по пять, и по десять. А некоторые ещё больше. Машину там ставят и отсюда везут. А зимой тем более на саночках, на ледянках, на всём таком. Здесь же красиво, такие склоны красивые. Однако набрать воды зимой не так просто. Тропа, что ведёт к источнику, покрыта наледью. Ограждение со временем потеряло свой первоначальный вид. Скамейк и лавочек для отдыха недостаточно. Да и вокруг родника часто скапливается мусор. И посидеть можно, и попить можно. Но ведь сюда и другие ходят. И мало того, что ходят. Ходите на здоровье. Так ведь бросают после себя. И вот мои-то знакомые, и я тоже в своё время, они вот здесь часто порядок наводят. Набросает кто-то, они приходят, собирают пакеты, и там ближайший контейнер выбрасывают. В этом году на облагораживание родника Сахарной по указу губернатора выделено 100 тысяч рублей. Этих денег должно хватить на то, чтобы отреставрировать повреждённые детали, улучшить ближайшую территорию. На данном роднике будет построен домик, будут благоустроены все дорожки, и будет полностью реанимирована лестница. Лесное хозяйство никогда не остаётся в стороне. И в рамках реализации программы благоустройства родников арендаторы лесных участков принимают активное участие и также помогут дополнительными финансовыми средствами, в том числе и на реализацию работ по благоустройству родника Сахарной. Ещё 200 тысяч будут распределены на ремонт источников Белом ключе и Марышкиного родника в северной части города. Всего в областном бюджете предусмотрено свыше 2 миллионов рублей на благораживание остальных источников региона. Их в общей сложности насчитывается более 20 штук. Тем временем благоустраивать прилегающую территорию начали школьники. Для птиц активные ребята совместно с Министерством природы изготовили 8 кормушек. Птицы зимой хотят покушать, а возможностей бывает мало. А корм какой-то подготовили? Да. Что в качестве корма выбрали? Пшено. В семечке также лён. Дети, которые, кстати, занимаются в школьном лесничестве Дубравушка, стараются регулярно посещать Виновку. Приносят корм птицам. Вместе с преподавателями ищут редкие породы пернатых. Ребята заранее с родителями и на занятиях школьного лесничества мы готовим кормушки. Затем весной мы готовим скворечники. И совместно с лесничеством, который нам оказывает и методическую помощь, и профориентационные мероприятия различные проводят на занятиях. И мы к ним ездим в дендропарк. В лесничестве заняты дети 5-10 классов. И все приходят с желанием узнать что-то новое, помогать природе. Александра Никитина, Владимир Куликов. Новости Управды ТВ.